Сотни лет все ветры вознащаются на круги своя У ивановцев появилась возможность увидеть музыку. В городе во второй раз проходит межрегиональный фестиваль жестовой песни. Показать свои таланты приехали учащиеся коррекционных школ для детей с нарушениями слуха из четырех регионов. Ивановской, Владимирской, Ярославской и Рязанской областей. Участников фестиваля оценивают в номинациях «Соло», «Дуэт», «Ансамбли». Возраст исполнителей от шести до двадцати лет. Мы не первый год участвуем в конкурсах, и мы знаем, что песня должна соответствовать ребенку. И действительно, песни были подобраны под голос детей. То есть, если это ребенок исполняет песню, значит, и поет девочка маленькая, а не взрослый какой-то человек. И, конечно же, песни о любви для маленьких детей мы не предоставляем. Именно что-то детское, из детских фильмов. Свободное от конкурсной программы время участники проводят в Ивановской школе-интернате номер один для глухих и слабослышащих детей. Фестиваль для талантливых ребят – прежде всего возможность познакомиться друг с другом, используя и провести время. Конкурс «Жестовые песни» этого года посвящен кино. Репертуары, мастер-классы – тоже тематические. Например, с педагогами видеостудии «Лютик» ребята создают мультфильм. Мы сегодня с ребятами делаем мультфильм. Кто-то делает кукольный мультфильм, кто-то делает перекладку. Есть такая техника – мультипликация, перекладка. А кто-то делает перекладку, но пластилиновую. Кто-то бумажную перекладку, а кто-то пластилиновую перекладку. Вот у нас такой идет процесс. Языку жестов этих ребят не учат в школе. Как правило, в учебное заведение малыши уже приходят с начальными знаниями. Оттачивают их, общаясь между собой. Учителя только приближают жестовой к нормам русского языка. Удивительно, но на соседствующих территориях одно и то же слово могут показывать по-разному. Вика владеет как жестовой речью, так и разговорной. Жестовой речи ей просто необходима для общения со сверстниками, с ребятами, которые не слышат и которые общаются только на жестах. Вика легко общается и с жестами, и говорит со сверстниками обыкновенным. Жестовый язык, рассказывают ребята, прост в изучении и основан прежде всего на ассоциациях. Покажи, как здороваются. Здравствуйте. 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 Покажи еще. Как вас зовут? Спроси. Как вас зовут? Это имя. Да. Потом еще. Учитель. Учитель. Школа. 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 Основное отличие жестовой песни от простой заключается в том, что смысл текста передается движениями, а не словами. Поэтому особенно ценится творческое исполнение, эмоции перед публикой, умение подать себя. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Жестовый фестиваль «Песни сердца», который проводят в Иванове, единственный во всем ЦФО. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.